всем привет вы находитесь на канале стильное вязание я светлана садыгова я вам показываю вам эту юбочку в плесе на девочку на два с половиной три года я вам давала обзор теперь хочу подготовить и сейчас буду записывать мастер-класс вязаном вот с такой пряжи тоже это турецкая пряжа по 50 грамм на юбочку пошло около 3 мотку потому что юбка видите она очень поясная солнце ключ я даю вам слайд чтобы вы могли вспомнить эту юбку она у нас по обзору идет на канале так а это вот такая пряжа и спицы тройка круговые вязана кругу перед началом вязания вы должны связать образец образец я вам давала уже в описании как при себе вяжется на канале образец свяжите я вот связала образец у меня получилось что 15 петель составляет 5 сантиметров значит в одном сантиметре получилось 3 петли 15 разделила на 5 кто не понял так объем талии у ребенка 56 сантиметров окружной стали до я 56 сантиметра умножила на 3 петли получилось 168 5 вот мы набираем 168 петель и плюс 1 петля потому что будет юбка вязаться плюс все по кругу без шва одна петля первый раз мы набираем это для соединения а потом также остается 168 петель так набираем мы петли я пользуюсь как я вам уже говорила год спицы тройка можете для начала можете набрать на тройку сразу будете вставлять если резинку в середину мы будем сейчас поясок вязать двойной резинкой или пола она называется можете двойка набрать полтора я сейчас поменяете спицы на двойку так резинку наберем мы на двойку с вами а основной узор будет вязаться тройкой потом так набираем мы резиночку я как всегда вам говорила я набираю двойной ниткой то есть смотрите тоже я вам по моему там показывал уже урока вот двойная нитка и мы начинаем набирать вот так набирайте 168 петель плюс одна петля и того 169 одна петля для соединения так получилось у нас ударная нитка идет ближе ко мне а сзади идет 1 это для того чтобы видите край получается как бы он эластичнее и прочее я набираю там идет нас в юбке идут полоски я буду вам показывать мастер-класс одного тона не так вот эти розовые а а вы уже будете чередовать если хотите ли однотонную или если полосками как я делала уже будете подбирать ну как бы полоски сами будете вставлять где вам удобно где вам нравится там идет поясок красный и темно-синий чередуя с розовым я вам на одном тоне все покажу и на темных нитках очень плохо видно а на светлых будет все хорошо видно и вы поймете так набирайте 168 петель плюс 1 169 петель будем вязать по кругу вот мы набрали с вами петли нужно количество теперь вытаскиваем одну спицу так вытащили здесь можете завязать край чтобы чтобы пятяне сошла теперь ровно очень ровно так чтобы вы попали видите разложите что тут ровно было и будем сейчас соединять вот так чтоб не перекрутилась вас изделие так соединять будем я набрала меньше для образца количество а вы нужное количество вот так соединять и чтобы легче было соединять я вытаскиваю вот так видите середины вот таким образом вот здесь тоже поправляю и здесь вот так делаем так теперь мы будет соединяем с вами вот ровно у нас теперь при соединении вы знаете берем вот эту петлю смотрите вот слева спицы снимаем на правую и вот следующее я ближе показывать просто вы ее так переносите вот мы сняли а теперь вот таким образом смотрите вот мы через нее проводим и снимаем вот мы соединили наш петлю так теперь поворачивая на лицевую сторону и будем вязать мы с вами полую резинку или двойная резинка для пояска так вяжем первая лицевая затем нить перед спицей перед работой следующие снимаете лицевая не перед работая петля снимается вот таким образом и так вяжите по кругу до конца никаких жил и 4 а и и и а и и если вот вы дошли уже вам неудобно вязать до по кругу и тем более мы будем вязать с двух сторон как бы лицевая изнаночная здесь будет идти тогда можете вот так подтягивать немножко его так где-то вы ее вот так я высовываю дополнительные спицы не ставлю на этих двух так и вяжем на круговой и вот так делаете все потом подтягивайте ориентир будет начало и конец вот этот кончик не отрезать его отрежьте уже его и спрячьте или спрячьте в конце работы вот мы провязали последнюю петлю первом этом ряду теперь смотрите вот мы дошли до этого кончика нашего где мы начинали до теперь у нас последняя петля получилась здесь снятая с накидом перед работой так теперь мы должны связать второй ряд он будет как изнаночный мы переворачиваем наши изделия вязаная перевернули я таким образом подтягиваю спицу здесь так делаю высвобождая немножко и теперь смотрите второй ряд наши резинки по кругу полы или двойная назвали мы снимаем вот с левой спицы на правую снимаем показываю еще раз вот нить наша так остается за спицы снимаем и петлю снимаем с левой на правую теперь мы ее вот видите сняли так теперь мы вот таким образом делаете вот перекручиваем вот поворачиваем вот так с одной у нас получилось как бы две петли вот так мы перекрутили показываю еще раз мы сняли с левой петлю перекрутили с одной две вот таким образом для того чтобы следующий ряд когда мы начинаем вязать чтобы не было между петлями дырок все вот мы перекрутили и начинаем как и вязали там где у нас вот петля идет следующее видите мы ее снимаем нить перед работой а лицевая где провязываем лицевой снимаем нить перед работой где вот лицевая петля провязываем лицевой и так продолжаете до конца ряда это так будете все время вязать это у нас полая резинка я не называют двойной резинкой для чего я ее вяжу для того чтобы вдеть туда резиночку обычную или я потом вам покажу какое я в дело я в дело туда в поясок четыре резиночки гелевых не гелевых силиконовые они и тоненькие я вам покажу для чего я это сделала можете одну просто вдеть обычную резинку по ширине я сделала так потому что она более эластичная и ребенок не чувствует что там как бы резинка придавливает так вяжите до конца вот мы провязали второй ряд наши резинки двойной теперь вот смотрите мы дошли до той вот где мы переворачивали петлю и с одной мы сделали две вот она даже видно он даже пальцем нащупаете видно как бы так бугорок здесь вот вот эта петля и вот у нас ориентиры наша нить мы ее теперь провязываем берете 2 вот эти перевернутые петля видите я вам ближе показываю вот вот она мы ее провязываем эти две петельки одной лицевой провязали и снимаем на правую спицу так сняли и теперь которую вот мы двойном провязали следующую мы провязываем следующую так вот мы провязываем теперь мы поворачиваем наши изделия вяжем третий ряд вот мы и провязали вяжем третий ряд теперь мы берем опять эту петлю снимаем и нить вот таким образом переворачиваете вот опять получается 1 2 так и дальше вяжите как обычно резинкой вот так я вам еще раз показываю вот наша петля мы ее берем правой спицы подхватываем теперь берем ее так переворачиваем можете не сильно тянуть можете подтягивать вот видите она как бугорок получается так и теперь дальше вяжите как обычно лицевая где лицевая где изнаночная должна быть мы снимаем лицевая изнаночная снимание перед работой лицевая изнаночная не перед работой таким образом вяжите до конца и так чередуете повторяется так третий ряд мы подошли уже концу вот наша опять двойная эта петля смотрите вот двойная петля поближе я вам показываю такая мы ее берем даже пробуйте на ощупь сразу будет понятно что это та которая переворачиваем петлю для того чтобы перейти на следующий ряд так мы ее провязываем лицевой 2 вместе вот смотрите дверь вот двойная петля провязываем лицевой петлей и снимаем вот мы ее провязали следующее теперь мы переворачиваем наши сделаны это 4 ряд будет у нас мы берем вот эту петлю вот снимаем с левой на правую спицу и точно таким же образом делаем вот эту и теперь назад вот так так теперь следующий идет изнаночная мы делаем накид перед перед работой снимаем петлю лицевая перед работой снимаем так до конца вяжите повторяете ряд с первого по вторую он повторяется точно так чередуете лицевой изнаночной шириной будете вязать как вам удобно провязать эту резинку шириной где-то 3 сантиметра вот так потом я дальше вам покажу как дальше вязать так вы провязали я в уменьшенном виде даю образец он вы провязали 3 сантиметра высоту резинку двойной вот она у нас получается вы можете туда резиночку вставить вот так она получается видите а теперь я по краю резинки этой которую вот резинку мы провязали пустила образец узор колосок я раньше вязала и образец давала можете посмотреть и после этого как бы орнамент такой получился чтобы девочка резинка от основной юбки от этого колоска от узора начнется в том плясе так вот мы провязали теперь переворачиваем мы спицы как обычно я ее вытаскиваю подтягиваем так подтянули мы правую спицу а левую я всегда делаю вот так где-то ее немножко вот так выдвигаемся так вот мы подтянули с вами теперь начинаем вязать колосок для отделки первую как мы обычно таким образом с левой на правой снимаем не то так вот я делаю чтобы не забывали это нить наша петлю захватываем тут чем двойная получалась и вот так таким образом ведь так теперь мы вяжем две петли вместе берете провязываете но не снимаете колосок это и теперь за первые провязываете лицевой тоже и тогда снимаете опять берете две петли вместе провязывать лицевой теперь берете за первую петлю за заднюю стенку провязываете лицевой тогда так снимаете показываю ближе 2 2 петли вот эти берете эти провязываете но не снимаете теперь-то двигаются также при все было вам первую петлю освободили и провязываете за заднюю стенку тогда снимаете и вот так вяжите колосок до конца ряда это лицевая сторона вот мы провязали первый ряд узора колосок это окантовка получается нашей резинки вот получилось предпоседняя наша последняя петля первым ряду колосок так мы ее провязываем а вот двойная петля которую мы перекидывали при повороте мы теперь берем эту петлю и вот эти две петли которые с одной две сделали мы провязываем вместе вот так колосок как за две петли 1 лицевой за заднюю стенку теперь отделяем первые петли провязываем тоже одной лицевой тоже за заднюю и снимаем вот мы закончили первый ряд колоска переворачиваем наши изделия перевернули теперь точно так берем нить чтоб я вам было легче видно вот эта петля мы снимаем ее это не вот так идет вот теперь мы вяжем колосок второй ряд изнаночные вот эти две петли которые вот видите одна дальше вот две петли 2 вот одна здесь одна здесь мы будем соединить то есть мы вяжем две петли изнаночные вот таким образом второй ряд колоска описание есть если кто не поймёт здесь посмотрите в уроках так берете две петли изнаночные 2 месте но не снимать теперь одно выделяете провязываете изнаночной теперь снимает опять две вместе теперь одно вот так и изнаночная только тогда снимает и так вяжите до конца ряда вот мы заканчиваем второй ряд узора колосок мы берем вот последняя петля у нас осталось и берем от двойная петля которую мы с одной две преобразовали при повороте